9.00 мобильная группа отправляется в Первомайский район города. Здесь расположилась фирма по производству окон. Около часа комиссия вместе с директором тщательно осматривает оборудование на улице, в цехах и условия труда работников. Штат предприятия больше 20 человек, однако в день проверки здесь довольно тихо. Тем не менее, со слов главного специалиста по труду и занятости, замечаний не так уж много, несмотря на то, что организация частная. Касаемо этого предприятия, в принципе, я бы не сказала, что здесь есть особые нарушения. Эти рекомендации будут предоставлены письменно, их, я так думаю, будет немного, потому что предприятие на хорошем уровне. К слову, рядом есть и пилорама. Отправляемся к соседям. Бизнес более скромный. Официально трудоустроены всего четверо, не считая тех, кто числится на договоре подряда. Основная задача инспекции – проверка средств индивидуальной защиты и предохранителей на станках. Нарушений нет. Очевидно, с таким небольшим количеством работников руководству намного легче доводить требования безопасности. Есть инструкции, по которым выдаются спецодежды, то есть проводится инструктаж по охране труда при приходе на работу, расписываются в книжках по инструктаже. И руководитель, как ответственное лицо, следит за тем, чтобы все это исполнялось. Если что-то не исполняется, доводится до каждого сотрудника. Однако не все так безоблачно. За последние полгода мобильные группы проверили 90 организаций в папке нарушений 979 пунктов. Самые частые – отсутствие у персонала средств защиты, станки без предохранительных устройств и, что еще хуже, работники без квалификации. Стоит ли говорить, каким последствиям могут привести подобные упущения. Рекомендации и сроки исполнения уже у руководителей. В свою очередь, месячник безопасности пройдет до 17 августа. А значит, еще не один десяток частников с утра встретит группу с листовками и трудовым законодательством. Евгений Шилов, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!